Друзья, знаете кто это? Это Щупец. Он сравнивает книги с их экранизациями в рамках рубрики «Книга Щуп». Совсем недавно у него вышел очень большой сравнительный ролик по первому Гарри Поттеру. Ну а помимо Гарри Поттера, у Щупца имеются работы по фэнтезийному хоббиту Толкиена, по подростковому антиутопическим голодным играм и даже по бойцовскому клубу Паланика. А еженедельно на канале выходит рубрика «Кинощуп», в которой обозреваются самые громкие премьеры кинопроката. Подписывайтесь, Щупец ждет вас. Привет, народ! Я знаю, что многие из вас, наверное, ждали именно мое мнение по поводу этого фильма, но мое мнение по поводу этого фильма я говорил еще два года назад. Я от этого фильма ничего не жду, не ждал и не буду ждать. И уже как бы все, уже дождался. Потому что два года тому назад, когда я выходил обзор на «Опасленных джедаев», я всем говорил, я поведовал действительную истину того, что Райан Джонсон просто забил болты на все сюжетные мостики, которые были в седьмом эпизоде. И сделал их таким образом, что они прервались, создались ложные твисты, преобразовались совсем в нечто иное, и развить сюжетные мостики того, что было в седьмом эпизоде, уже никак не получится. Придется развивать то, что было создано в восьмом эпизоде. А после восьмого эпизода осталась на душе, да и вообще в сиквел-трилогии, абсолютная пустота, которая, в принципе, очень сложна к продолжению. Потому что Райан Джонсон все привел таким образом, чтобы как будто продолжение не смогли снять. Вот как будто специально. Он, короче, взял и плюнул на все идеи Абранса и сделал что-то свое. Я это говорил еще два года назад. Мне там что-то говорили в комментариях, много дизов на обзор поставили. Типа, да ты ничего не понял. Да все я понял. То есть я все понял, потому что сейчас произошла ситуация идентичная. Изначально девятый эпизод должен был ставить Колин Тревор, режиссер Мира Юрского периода, первой части. Но насколько я понимаю, информация поступала такая, что Колин Тревор просто не знал, как продолжить вот это вот все. То есть он увидел сценарий, он пытался что-то написать, написать, написать. В итоге он понял, что у него ничего не выйдет, и он ушел. Типа, по собственной воле, потому что сказал, да я не могу с таким работать, что тем более у меня график загружен. Все, ребят, до свидания. Дисней понимает, что ситуацию нужно как-то исправлять. У них еще девятый эпизод, сиквел трилогии не закончена, а по сути закончена. Они зовут вновь Абрамса. Потому что он это начал, пусть он это заканчивает. Неважно вообще как. Пришел Абрамс, и что он сделал? Вы не поверите. Вы не поверите, что он сделал. Он взял все идеи Райана Джонсона, как когда-то Джонсон взял его идеи, и выкинул. О боже. Он, короче, их выкинул, попробовал вернуть свои старые идеи из седьмого эпизода хоть как-то, и получился предбомжа. То есть просто, вот просто вышла чушь. Понимаете? Потому что так делать конструкцию трилогии, ну, нельзя. Ни в коем случае. То есть они буквально поиграли, кто кого переплюнет. Пришел один режиссер, плюнул на другого. Потом предыдущий режиссер обиделся, вернулся и плюнул в ответ. Это все. Это все описание новой трилогии. Потому что никакой цельности, никакой самобытности, она абсолютно в себе не несет. И как бы, ну, девятый эпизод действительно вот ставит такую точку. Потому что в нем происходят вещи, которые, ну, кладут болт вообще на многое. Типа на сюжетную линию вот той азиатки. Я не помню, как ее еще звали. Как ее звали? Роуз. Роуз. Роуз Тика. Во, я вспомнил, прикиньте. Вообще, ее в фильме минуты пять. Вот серьезно. Минут пять, и все, короче. Ее больше нет. Возвращают, пытаются вернуть любовную линию между Рэей и Финном, которая там возникала, да. Кайло Рен вновь у нас подсос. Подсос у Палпатина. Вновь возвращают в игру главное лицо, то есть типа мега злодея, как Сноука. Но так как Сноук мертв, у нас теперь Палпатин. Потому что, а что Абрес может сделать? Он же обиделся, ему нужно вернуться, короче. И в итоге у Рэй снова есть история происхождения. То есть если в восьмом эпизоде нам буквально говорили, ну, идея такая, смысл, доносился вот второй части этой сиквел трилогии, что каждый может управлять силой. У каждого есть навык. Не обязательно быть кем-то родней, да. То есть вот Рэй стала никем. Она никто. У нее родители никто. Она никто. Но она смогла ощутить эту силу. То Абрамс, короче, кладет хер на эти идеи, спускает их в унитаз, продолжая гнуть свою ветку из седьмого эпизода, как бы. Но это мне, кстати, больше нравится. Вот вы можете меня засрать, но то, что сделали с Рэй в этом фильме, то есть как показали ее, в принципе, Рапю, объясняет немного ее морис-южность. Это, конечно, ничего не оправдывает, но хотя бы объясняет. У меня не так много вопросов теперь осталось к этой всей сюжетной линии. Вот самое главное, что мне не понравилось. Мне понравился момент в восьмом эпизоде. Он довольно спорный. Когда Кайло Рэн убивает Сноука, плохо, что убивают Сноука, потому что вводят главного антагониста, который типа превыше Палпатина, а его вообще никак не раскрывают. Палпатина-то тогда можно было особо не показывать, потому что это только было начало тревоги, ну, трилогии, начало всей франшизы, и он был первым таким злодеем. Особого раскрытия таким злодеям, если они первые, могущественные, не нужно. А когда появляется кто-то могущественнее, того, кто был до этого, то ему нужно уже раскрытие. Почему он могущественнее, откуда он взялся, где он был. Вот это вот все. Это не раскрыли, не показали, слили в унитаз. Но зато сделали Кайло Рэна главным злодеем, очень перспективного персонажа, который, в отличие от сюжетной линии Дарта Вейдера, который в итоге перешел на светлую сторону, вроде как в восьмом эпизоде окончательно пустился во тьму. И в девятом эпизоде уже, ну, по и по логике, он должен был быть главным антагонистом. И это действительно вот единственная сюжетная линия, которая вызывала интерес к продолжению. К сожалению, Аберенс продолжает гнуть свою линию седьмого эпизода, хотя у нас есть восьмой эпизод, но его теперь игнорируют. Девятый эпизод. То есть, ну, это такой бред. Просто это даже обозревать бредово, потому что, ну, как можно обозревать фильм, который игнорирует полностью первую, ну, предыдущую часть? Это вообще бредятина какая-то. Ну, вы там разберитесь хотя бы между собой, я не знаю, вот. Вы создаете проект миллиардного масштаба. И играете в детские игры, в песочницу, как дети малые, боже. Ну, кто так делает? Зачем? Зачем? Ну, вот, про Кайло Рена. В итоге-то Кайло Рен становится снова подсосом, а не главным злодеем. И он вновь балансирует туда-сюда, и в итоге его история заканчивается как история Дарта Вейдера. Если честно, мне очень не понравился такой слив персонажа. Вообще не понравился. Мне, конечно, понравилось немного, что сделали с Рей, что сделали с Кайло Рен, но мне особо понравилось. Если в восьмом эпизоде по-другому бы прогнули эту линию, то есть, если, например, в восьмом эпизоде был режиссером снова Абрамс, я уверен, трилогия была бы цельной, интересной, красивой. Но то, что произошло, короче, абсолютно противоположные идеи двух творцов разрушили всю структуру и целостность повествования. Вот. И, короче, произошло вот такой вот тупизм со всеми сюжетными линиями. Джей Джей Абрамс, на самом деле, допускает снова ту же самую, наверное, ошибку, что допускал Райан Джонсон. Он впихивает новые аспекты силы, то есть, ну, а эти аспекты, в принципе, они существуют внутри всего вот этого вот франшизы, в легендах они были, да? Но он их впихивает очень вот так вот в открытую, то есть, в наглую. И, ну, просто зритель, он не успевает смириться с одной новой деталью силы, задавая вопрос, а почему раньше это не использовали, а почему сейчас так можно, почему только здесь, а не в других моментах, как ему в нос еще такую же подают, более сильную способность от силы. И силам уже становится, ну, непонятно чем. Она раньше, вот, в первых шести эпизодах просто сила является как такая не мистическая, не супермагия, а такое мистическое дополнение. Это в легендах уже потом постепенно, постепенно раскрывается, что силу можно использовать намного лучше, намного чаще, ну, вот это вот все. Но в новых эпизодах все эти аспекты силы входятся слишком быстро, никак не раскрывая, не объясняя, не вдаваясь в подробности, из-за этого из такой мистической чего-то таинств она превращается буквально в какую-то магию, которую все пользуются, то есть в обычную магию, которой может пользоваться всякий. Вот это мне тоже не очень понравился этот момент. Им Райан Джонсон злоупотреблял, от этого у меня горело в восьмом эпизоде. Когда у меня сгорело от восьмого эпизода, я не ждал девятый, и поэтому все вот эти моменты уже в девятом эпизоде мне как бы было все равно, потому что я был готов к ним. Из этого следует другой аспект того, что девятый эпизод я ждал ради только, наверное, экшн-сцен и визуала, и в принципе, вот по экшену, который там был, и по визуалу, он мне понравился больше, чем восьмой эпизод. Это, конечно, уже чисто вкусовщина, но финальная битва, которая была, она очень масштабная, она динамичная, такая красивая, вообще, в духе звездных войн, потому что в восьмом эпизоде там финальной битвы и толку не было, что-то какая-то ересь произошла, а здесь все, ну, по полной. И, наконец-то, я бы не сказал, что великая или суперхорошая неплохая, неплохая битва на мечах лучше, чем в седьмом эпизоде, в восьмом эпизоде вообще дуэли на мече не было, поэтому вот мы что-то получили хотя бы, да, что-то есть. Из каких-то таких еще аспектов, которые я могу вам назвать, я, ну, просто хочу сказать, что в этом фильме нет никакого понятия, типа, баланса, темпа и ритма, потому что это очень быстрый фильм, и здесь, вот чтобы вы знали, темп, это динамика внутри самой сцены, насколько эта сцена динамичная, а ритм, это длительность сцены, и чтобы вы понимали, здесь сцены длятся очень быстро, то есть, ну, где-то 30 секунд, минута максимум может длиться сцена, максимум 2 минуты, это, это очень, ну, короткий срок для, для одной сцены, но в них происходит столько всего, и это касается буквально всей экспозиции, потому что экспозиция берет на себя, как бы, обязанность заполнить дыры всего восьмого эпизода, это получается, что в одной экспозиции одного фильма находится экспозиция разработка и развязка, короче, и вот эта вот вся структура трехактная, она, короче, очень из-за этого ломается, и первая часть уж больно слишком переугружает зрителя, дальше, конечно, становится все полегче, но дальше уже начинается типичное такое приключение в духе седьмого эпизода, в общем, где они что-то ищут, туда-ду-сё, приключения, туду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, вот. Я уже говорил, но хочется повторить, что эта трилогия вообще не чувствуется как самостоятельно, как вот что-то новое. Оно чувствуется, как будто, ну просто, как будто графику решили пильнуть четвертому, шестому эпизоду, и всё. Потому что в том же девятом эпизоде в конце сцена, абсолютно идентичная, победа, как это было в шестом эпизоде, вот абсолютно идентичная, как будто они снова выиграли ту же войну. Только там-то война эта чувствовалась, мы действительно верили, что была какая-то война, что они победили, что главные герои выиграли, пожертвовав многим. А здесь как будто ничего не произошло, как будто они празднуют, вот действительно, как будто они не празднуют победу своей войны, а как будто они празднуют там 30-летие предыдущей войны. Понимаете? День победы, их собственный день победы, который вообще, ну, ни о чем, я не знаю, как будто день победы празднуют алкоголики, сон собаки приснился, вот они и празднуют, я не знаю, как еще. Они, главное, они бы вставили еще тему Джона Уильямса, там писали где-то, что он вставит все свои темы в этот фильм, это наврали, видимо, потому что ни дуэли судей не было, ни битвы героев, и даже празднование победы, то есть Виктор и Селебрейт из шестого эпизода этой темы, но когда они празднуют эту же победу, ее не было, то есть там вообще какая-то тема незапоминающаяся и не вызывает никаких эмоций, ты просто сидишь такой, они победили, кого победили, чего победили, какая война, где была вообще, то есть насрать, я не знаю, как можно было эту трилогию сделать, и говорят, это финал великой саги Скайуокеров, ребята, финал саги Скайуокеров был 37 лет назад, в 1983 году, А это финал Сна Собаки, который затянулся на 4 года, почему-то, и считать это каноном как-то не хочется, потому что считать каноном не художественное произведение, не даже попытку в художественное произведение, а спор, плевки двух режиссеров друг в друга, это идиотия, и это они сделали с когда-то самой популярной франшизы всех времен и народов, а теперь это просто, прикиньте, вот идешь ты на 9 эпизод Звездных войн, а тебе насрать вообще, что будет, я когда на 7 эпизод в 2015 шел, у меня мурашка была только от начальных титров, я в обморок был готов упасть, а сейчас идут финальные титры, и я ржу, что в начале финальных титров они в открытую пишут император Палпатин жив, и фильм начинается с того, что он жив, и все об этом знают, как будто, как будто так и было всегда, брау, это гениально, ох, как классно, но, знаете, знаете, фильм по экшену и визуалу чуть лучше последних джедаев, в остальном такая же срань, 5 из 10, что последним джедаем я понизил, потому что никакого смысла в этом фильме теперь нет, и в этом фильме вообще никакого смысла нет, поэтому тоже 5 из 10, а с вами был я, BlacksInfinity, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу, всем удачи, всем пока, берегите себя, пакетова!